Здравствуйте, дорогие друзья! В наших прошлых беседах мы говорили о том, что нам известно из Священного Писания о Боге и о промысле Божьем. Говоря о Боге, мы узнали о понятиях Троицы и промысла Божия. Сегодня мы продолжаем изучать православное представление о Боге и будем отвечать на вопрос о том, кто такой Иисус Христос. Прежде всего, давайте вспомним, что согласно православному вероучению Бог един по существу и троичен в лицах. Три лица, о которых мы говорим – это Отец, Сын и Святой Дух. Каждое лицо отличается от другого своими свойствами. Отличительное свойство сына – это рождение от Отца. Напомню, что сами названия лиц и их свойства не стоит понимать в обыденном смысле. Рождение сына происходит вне времени и носит вечный характер. Иисус Христос – это второе лицо Троицы, поэтому мы говорим о том, что Он – истинный Бог. Мы помним, что все лица Троицы имеют одну божественную сущность. Из Священного Писания мы видим, что сам Иисус Христос подчеркивал свое единство с Отцом и говорил «Я и Отец – одно». Но Иисус Христос – не только Бог. В определенный период времени, который вошел в историю как начало нашей эры, Сын Божий, второе лицо Троицы, пришел на землю как человек. Поэтому мы говорим о том, что Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек. Вопрос о том, как в одном лице могут сочетаться и Бог, и человек, остается одним из самых сложных в православном вероучении. Чтобы описать, как происходит такое соединение, в V веке христианские богословы использовали четыре слова, каждое из которых начинается с отрицания – «неслитно», «неизменно», «нераздельно» и «неразлучно». Эти характеристики показывают, что божественные человеческие природы в Иисусе Христе остаются самостоятельными и неизмененными, но существуют вместе нераздельно и неразлучно. Такое учение о двух природах во Христе также объясняет, почему мы называем Деву Марию Богородицей. Давайте посмотрим, что пишет об этом в своей книге «Катехизис» митрополит Волоколамский Иларион. Иисус Христос – единая неделимая личность, в которой божественные человеческие природы соединены гармоничным и неразрывным образом. Вот почему христианское богословие не отделяет вечного Сына Божия от родившегося во времени человека Иисуса. И хотя Дева Мария родила Иисуса по-человечески, она именуется Богородицей, потому что вечный Сын Божий и родившийся во времени человека Иисус – одно и то же лицо. Ответ на вопрос о том, кто такой Иисус Христос, можно сформулировать так. Иисус Христос – это истинный Бог, второе лицо Пресвятой Троицы и истинный человек. Но зачем Бог воплотился и стал человеком? Об этом в наших следующих беседах. Смотрите дополнительные материалы по ссылкам, которые вы найдете в описании к этому видео и подписывайтесь на канал портала Иисус.